Фальк, только не звука, ладно? Кто нас могут заподозрить тут? И вообще не отсвечивай. Я говорю, не отсвечивай, мать твою. Там что-то лежит, да? Привет, дорогой зритель. Продолжаем познавать мир Магалана. Сегодня мы, наверное, сдадим несколько квестов. Вот Йори, например, нам нужны детали механизмов. Только где их вообще достать? Не знаю. Орнер. Мы вроде его шлепнули. А, возле ямы он где-то ходит. То есть нам нужно дойти до ямы и посмотреть. И советуют убить его. Так что пойдем, наверное, этим займемся. Кому и можем у того чувака повысить немножко навыка. Ой, извини, чувак. Я не туда зашел. Сорян, братан. Подожди, Стормсан, ты ничего не скажешь? Нихера ты мне нового не скажешь. Ладно. Вот тут, где? Я забыл, как его звать. Айрик. Айрик. Так, научи меня чему-нибудь. Я хочу вот эту модификацию. Оружие. Но мне нужно 25 ловкости. Ювелир. Ювелир. Тоже хера лысого. Химия. Что за химия? Дает возможность создавать препы и зелья. Взлом. Взлом. О, взлом, кстати, можно взять. Позволяет взламывать электронные замки соответствующего уровня. Я думаю, изучить взлом. Да. Чего бы и нет. Следующий, конечно, да. Писяц. О, горное дело. Так. Позволяет добывать большие минералы. С каждым уровнем бонус увеличивается. Давай. Раз у нас есть. Чего бы и нет. К модификации. Ловкость нам надо 25. 25 ловкости. Ёкарный бабай. Взломщик, взломщик. Ловкость 25. Короче, тут, видишь, не хватает нам на ловкость. А что у нас там по этим-то? Да ладно. Ловкость. Точно ловкость 25 надо. Какие характеристики. Ловкость. Короче, при следующем уровне нужно все вкачать в ловкость. Теперь нам нужно сходить к Ангриму. Вот это вот, поставки провианта из долины. Сходить к Ангриму. Это, наверное, кузнец. Поэтому мы пойдем к нему и спросим, какого хера он не поставляет одной девчонке ее товар. Как оно называлось? Поставки провианта. Отметить на карте Z. М. Вот нам. Тут что? Синда. Это нам сюда нужно отнести. А вот Ангрим. Подожди, а что он? Наверху получается, что ли? А я тут? Ээээ. А я думал, сюда мне надо идти. Да гребаный экибастус. Короче, надо сейчас телепортнуться туда. О, бляха-муха. Интересно, я, может, с реактивным поясом туда попаду. Спокуха. 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 О! О! Чувак, ты летишь? Вон он летит. Блях, как Супермен, а. Прикольно. Хороший пояс. Мне нравится. Если бы еще улучшить, чтобы так быстро не заканчивался. Это, короче, можно, наверное, устроить. Да? Что тут есть? О, крыса. Свободно. Отдыхай. Вилка. Ну, понятно, тут ни хера нельзя взять. Ну, ладно, ладно, ладно. Что ты сопли жуешь? Не надо, не напрягайся. Где у вас тут этот? Ангрим или кто он там нахер? Ты кто? О, Ангрим. А я с тобой не говорил еще. Что ты тут ищешь, чужак? Безопасности? Шансы начать все заново? Смысла жизни? Бля, крутой у тебя лук. Все это можно здесь обрести, но только если ты примешь наши законы. Ты кто нахер? Меня зовут Ангрим. Я выполняю свой долг, как и все прочие вожди. Слежу за соблюдением законов и обычаем берсерков. Мы готовы предоставить защиту всем пришлым, если они признают, что Эдан делает все ради Магалана. Соблюдай законы, не нарушай наших обычаев, и в Галиете тебе всегда будут рады. Нарушить законы посмеешь над обычными, и будешь наказан. Если ты это усвоишь как следует, тебе тут понравится. Ээээ... Расскажи мне подробнее про эти законы. Воруешь, врешь, мошенничаешь, убиваешь, правосудие не заставит тебя ждать. Но наши законы не только об этом. Законы берсерков определяют, кто ты есть. Когда упала комета, погибли миллионы людей. Род человеческий был на грани уничтожения, и многие до сих пор стараются довести это дело до конца. Война, хаос, технологии, основанные на Эликсе. У нас почти нет шансов выжить. Единственный способ уцелеть, это восстановить утраченное, помогать природе. Именно этого и были установлены законы берсерков. А, вот оно что? Кто такие? А кто такие берсерки, по твоему мнению? Все, кто видишь в этом городе, и все те, кто за его пределами верят в то, что мир может быть спасен. Ты хочешь поверить в это? Во что, что у нас еще есть надежда? Нам не нужны ни боги, ни машины. Вот тот лес вырос на пустошах за какие-то два века. От семечек до дерева. Мы новое начало для всех. Так, что ты думаешь по поводу клириков и альбов? А что тут думать? У них руки по локоть в крови. Они живут в плену предрассудков. Клирики говорят о боге, но поклоняются своим машинам. И не стоит забывать, что именно их благословение религия породило на свет альбов. Эликс портит всех, к чему прикасается. Можно как угодно относиться к изгоям, но они хоть оправдывают себя, не ищут. Да, они сами за себя, но все же верят в человечество. То могут ваши мечи против их оружия. Наша магия отлично справляется с их машинами. Сила, вера и мана сильнее, чем сталь. Сложнее убедить в этом тех, кто слаб разумом. Мы-то понимаем, что технологии — это слабость, но новобранцы клюют на эту приманку. Даже сейчас в Галиете есть человек, который сеет ложь, православляя машины и не зная об этом. Он утверждает, что наше спасение в них, этого проклятого клирика надо отыскать и задержать. О, да я, кажется, знаю, кто это такой, к которому я оружие прислал, продал. И в чем заключаются законы берсерков? Амрек, отец-основатель... Так гласит статья первая, запрещающая проповедовать во славу богов и машин. Второй закон говорит о том, что чистый эликс — проклятие Магалана. Чистый эликс и все технологии, на нем основанные, подлезят запрету и отправке в яму. Третий закон гласит, что сердца мира, священность, запрещено подчинять вред им самим и саженцам. Четвертый закон повелевает оберегать ману. Природа Ас способна очищать эликс. Благодаря этому мы получим дар... Пятый закон — все свободные люди равны. Каждому должны быть предоставлены. Я вождь, и мой долг — блюсти законы во имя скитальца. Так что добро пожаловать, чужак. А что, бывает, когда кто-то нарушает закон? Вожди выслушивают свидетельства и выносят приговоры. Торговля без лицензий. Если ты нарушишь один из пяти законов, наказание будет более суровым. Наши законы хранят нас, и наш долг — соблюдать законы. Так. Мне сказали, тут есть работа. Если ты готов блюсти наши законы всеми сердцами, тогда я скажу тебе, что ты можешь мне помочь. Расскажи мне... Я согласен соблюдать законы. Сходи в яму и найди там Йору. В яме находится все оружие, которое мы захватили в ходе последних. Принеси мне какое-нибудь эликс-оружие. Я принесу тебе оружие. Соблюдай законы и оказывай услуги. Только если у тебя есть вопросы, поговори с Йорой. А теперь ступать. Да подожди, куда ты? Я вообще-то от Синды. Синда? Шо, опять с продовольствием проблемы? Она до сих пор не получила товар, который ей должны были поставить, и никто... А разве Йора с этим не разобрался? Или теперь его беспокоит эта твоя проблема? Причем тут Йора? Йора должен был с этим разобраться. Ага. И опять мне приходится все решать самому. Все, больше никакого сопровождения. Поставок не будет. Последнюю группу, которую я посылал, перебил тролль. Мы не можем больше терять людей. Твоих людей перебил тролль? Хорошие люди, парни. С кем-то из них я сам воевал бок о бок. А их живьем сожрали. Я не стану больше посылать людей на верную смерть. У нас их слишком мало. Пусть Синда сама справляется, как хочет. Передай, что ей раз звать другие кланы на подмогу. Клан Железо больше пропавшие поставщики, бля. Так, ладно. Сохранюсь. Так, а что насчет клирика? Может мне сдать того хера? Я могу найти того, кто здесь проповедует. Правда? Ты сможешь? Все ты взял, что у тебя получится. Я знаю, кто проповедует от имени клириков. Уверен? Не хочу никого обвинять понапрасну. Я с ним виделся и говорил. Все эти жалкие дроны и предатели, которыми я дал убежище, как они могли? Ему известны наши законы. Но он знает, что лживые проповеди караются. Все? Ладно. Сиди. Вождь Клан Железо. И девка, что тут? Что у вас тут есть интересного? Понятно. Да ладно, ладно, ладно. Напрягся. Чуть не убил меня. Братан-то какой, а? Так. Там кто-то стоит. А тут я был? Бля, сколько мест, куда можно пойти? Ты кто такой? Хакан. Еще один приперся, мать твою. Прикольно у тебя шлем. По-хорошему тебя под замок посадить, а потом отправить, куда пришел. Так. Тебе не нравится? Пришли? А что, Магалане есть хоть какая-то проблема? Клирики нам подарили альбов. Альбы приперлись строить. Они пачкают нашу землю. Убивают наших людей. Серые вороны единственные те, кто не дают этим гадам перебить всех свободных. Почему ты так ненавидишь альбов? Они накачиваются эликсом так, что утрачивают... Машины превращаются. Машины для убийства. Какими психами надо быть, чтобы делать с собой такое? И откуда они берут эликс, который накачивают? С земли его выдирают. Берут растения, животных, людей и скармливают преобразователь. Каждый альб, каждый мутант... Это насилие над природой. Бля. Научи мне чему-нибудь. Че ты умеешь? Такое сразу... А потом... Да. Сопротивляемость радиации. О! Там у того же чувака можно было это научиться. То есть его тоже выносливость. Навсегда увеличивает выносливость. Стойкость... Нет, нам нужно сейчас ловкость качать. Нахер надо. Путешественник. Раскрывает все телепорты на карте. Интеллект. Так, любитель поесть. Трофеи. Вот ловкость, да. И вот трофеи можно... Тоже... Стойкость, стойкость. К яду, холоду, огню, радиации. Хорошо, подожди. Я еще не закончил с тобой. То есть ты никому не доверяешь? Наши отцы-основатели отлично понимали, что доверяем разбрасывается не следует. Они учили, что нельзя поддаваться искушению, которое поджидает нас за окрестными стенами. И правильно. В конце концов, они первыми поняли, что любая техника это искажение природы. Никто из них, кто своими глазами видел мутантов, не станет это отрицать. Я вижу, ты действительно ненавидишь альбов. Они не ост... Только берсерки берут все на себя и несут потери. Десять серых воронов в прошлом патруле полегли. Отличные парни. А теперь меня просят брать к себе пришлых? Ты хочешь уничтожить альбов? Я хотел стереть их в пыль, и все мужчины, женщины... А ты готов походиться на альбов? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ищут какие-то ресурсы, а может разведают или ищут место, где поставки базы, чтобы потом совершать вылазку на Галиет. Чтобы они там не делали, мы слишком долго ушами хлопаем. Так, поиск улик. А где те развалины? К западу отсюда, в долине проклятых. К западу отсюда. Альбов там заменили в брошенных развалинах. Так, сходим, наверное, да. Возможно, они там обосновались с этими базы, высылают собственные патрули. Мы получили донесение о том, что Альбы были замечены... Так, мне кажется, ты почти... Давай, по херу. Тьфу, конечно, хорошо обучен альбинский командир и даже Эликсетер довольно силен. Но истинная сила принадлежит только тем, у кого крепка воля к победе и боевой дух. У тебя это есть? Боевой дух? Воля к победе? А что, если я тоже принимал Эликс? Так и стал бы очередным безмозглым болванчиком в их рядах. Ты этого хочешь? Уничтожить Магалан так же, как уничтожить свою душу? Надежный клинок, сильная боевая магия и несгибаемая воля. Вот что спасет мир. То, что оставит Альбов. Ладно, я понял твою позицию, чувак. Ты живешь здесь, значит. Кто такой, труженик? Что у вас тут есть? У вас тут есть заслоночка. О, да у вас тут хорошая обзорная. Обзорная. О, стрелы. Забираем нахер. Эх, нифига себе. Просто так стрелы валяются. Вот эта бутылка. Все? Лабля-ку-балла у тебя, конечно, здоровая. А это что такое там? Что это за херь там? Слушай, мне интересно туда пойти. Я вообще там был, нет? Мне кажется, не был. Так. Это вот так пройти. Подожди, подожди. Так, здесь было задание про краля какого-то узнать. Я не помню, что за краль, но я помню, что мы дневник краля находили наверху. Думаю, надо туда сходить и еще разок с ним взаимодействовать. Может, теперь мы его сможем взять. Заодно сейчас зайдем к Сидне. Синда. Что она мне скажет? Скажет. Ёкарный бабай, ты оборзел, что ли? Подожди, я пробежал. Я поговорил с Ангримом. Отлично, спасибо. Хоть кто-то наконец что-то сделал. И когда будут поставки? Их не будет. Люди, которых Ангрим посылал. А кроме Ангрима тебя просить некого? Он отвечал за клан Железа. Если клан Железа не поможет, придется это сделать кому-то другому. Ты... Ты можешь поговорить с Рагнером вождем серых воронов. Или с Кормогом из клана Молота. Надеюсь, хоть кто-то из них поможет. Ну, давай я... Давай я пойду спрошу ребят. Чё, блядь. А вот и ты. Сидне, нужна твоя помощь. Опять проблемы с припасами? Чем я могу помочь? Ей нужны помощники, чтобы собрать провизию. Я думал, Ангрим послал туда людей. Люди, которых он послал, погибли. Их убил тролль. Но если людей не кормить, смертей будет куда больше. Однако, если Ангрим опасается высылать новый отряд, видимо, опасность велика. Я отправлю людей в помощь Чинди, но надо повысить их шансы на выживание, раз уж там небезопасно. Недавно нам удалось отбить у Кулириков несколько датчиков движения. Они хранятся в яме, в ожидании, когда от них извлекут Эликс. Достань мне такой датчик движения, и я отправлю к Синде помощников. Ты охи... Бля. А если меня схватит охрана? Лучше бы этого не допускать, согласись? Я слышал, что в яму можно пробраться сверху. Так проще оставить незамеченным. Конечно, можно действовать на пролом, но... Я тебя понял. Мне нравится этот чувак. Он не запрещает использовать какие-то методы, которые идут в разрез с их законами. Рагнер, я иду к тебе, мать твою. Меня прислала Синда. Снова проблемы с поставками? Вожди обсудили это между собой. Клан Железа отказался помогать. Тогда поговори с Ангримом. Он обещал, что поставки будут. Если не сможешь его убедить, пытай счастье с Кормогом. Так я так и сделал. Он обещал улаживать все проблемы, с которыми не справится Ангрим. Блин, помог тоже мне. Так, где-то тут... Вот там. Хранится дневник. И мне его надо взять. Так, вот здесь вот где-то он лежал, да? Точно, вот он. Дневник. Дневник Крали. Его самого нет, но... Посмотрим, не найду ли я тут подсказку. Последняя запись. Сперва Эликс пожрал его, теперь он пожирает меня. Но выбора нет. Кража все же лучше убийства. Если я ничего не сделаю, смерть неминуема. Так что выбор сделан, и мы вместе отправимся. Возможно, в этой обитатель мертвых нам уда... По следу Краля. Выполнено. По следу Краля. Пойдем, короче, туда, где вот там. Здесь я смогу пройти. Ой, я не сюда пришел. Мне надо еще ниже. Ой. Ой, я не знаю. Хм. Хм. Я найду твоего, Стормсон. Ладно, я буду осторожен. Слышал, Фальк, ничего не говори, мать твою. Нам нужно завершить это задание. Блядь, только пришел, уже начинается вот это вот. Найди моего, Стормсон. В яму, значит, надо. Может, вот это и есть яма. Полетели, хер ли. Вот она как выглядит, эта яма. Что-то тут маловато с хлама. Говорит, скидываю все тут. Хер ли он тут скидывает. Ни хера он тут, по-моему, не скидывает. Правильно, Фальк? Я тоже думаю, что-то он херню какую-то гонит. А я тут был вообще, нет? Дом какой-то, походу, дела не был. Ладно. Фальк, только не звука, ладно? Что нас могут заподозрить тут? И вообще не отсвечивай. Я говорю, не отсвечивай, мать твою. Там, что-то лежит, да? Спокуха. Так, за нами пока никто не следит. И это хорошо. Что это такое? Противоядие. Запас ментальной энергии. Датчик движения берем. Так. И что-то нам еще тут надо, да? Подожди. Металлический хлам. Противоядие какое-то. Нахера оно мне надо? Противоядие. Может, я тут все заберу? Это что такое? Отбойный молоток. Отбойный молоток. Может, с помощью него мне как раз и надо будет долбать, руду забирать. Давай посмотрим, что за отбойный молоток. Отбойный молоток. Инструмент. С его помощью минералы добывают из руды. Это хорошо. Все, значит, у меня есть молоток. И я могу добывать минералы только когда изучу это действие. А пока я, наверное, вот это все соберу. Все равно никто тут ничего не узнает. Правильно? Все. Таврот, компот. Не-не-не, Фальк, подожди. Я извиняюсь, что тебя тут потревожил. Главное, что он нас не заметил. Он там какой-то хер летает. Смотри. Дрон. Спокойно. Только спокойно. Говорит, мы технологией не пользуемся. Ага. 100-500 миллиардов раз они не пользуются ей. Я все собрал? Вроде да. Так. Надо валить отсюда. Братан. Ты знаешь, что с ним случилось? Он был арестован, допрошен и приговорен. Приговорен. Вне всяких сомнений он был виновен, но не скрывая своих взглядов и рассказывал всем, кто соглашался слушать, что намерен нарушить закон. Какое преступление совершил Стормсон? Он увлекся технологиями. Им овладела безумная идея, что нам следует отказаться от магии взять на механическое. А почему нельзя использовать и то и другое? Отказываться от магии ради участия в гонке вооружений мы бы обречены на поражение. Поглощать чистый эликс вопреки запретам? Скиталец завещал нам найти способ победить в этой войне с помощью магии. Распространять лживые сказки про технологии в такое время. Это измена. Ээээ... Ты казнил Стормсона? Ты считаешь наши законы столько суровые? Он осуждал наши обычаи за слова. Так он жив? Закон не допускает двойных толкований. Это... Стормсом об этом знал. Он сделал свой выбор. Мне пришлось призвать закон. Он был изгнан в долину. Ууу. Это мягкий приговор. Ор вернется в те места, которые всегда любил. Оу, бляха-муха. Я тебя понял. Понятно. Ну, такая херня, бля, бывает. Ладно, побежали к Кормаку. Кормак, я добыл для тебя датчик движения. Отлично. Теперь у моих... Передай Синди. Она может рассчитывать на поддержку клана Молота. Я передам своим людям. Пусть собираются. Отлично, отлично. Молодец, чувак. Так держать. Вы шакера. Я вести принес. Ну, херовый, конечно, принес. Не это самое. Акера. Ангрим сослан Стормсона в долину проклятых. Без суда? Он что такое сделал, чтобы отправиться его в изгнание? Прошу тебя, отправляйся за ним. Пожалуйста, убеди охрану, что он не опасен. Да ты охерела? Я не могу меня опять о моих крючках кюмать. Ее херею. Так, пойдем Синди скажем, что это... Она может типа рассчитывать на охрану, все дела. Синда, мать твою, ты где? А вот она ты. Э, слышь, что? Так. Клан Молота доставит тебе провизию. Правда, ты убедил Кормага мне помочь? Да. Ты не представляешь, какая... Спасибо за помощь. Я хочу тебе немного эликсита. Спасибо. Дай мне столько, сколько сочтешь нужным. Что ж, клану железа причиталось два платежа. Думаю, теперь они их не потребуются. 250 осколков. 250 осколков за первую поставку. И столько же за вторую, то есть всего 500 осколков. Круто. Спасибо. Так, с этим делом мы закончили. Теперь повышаем. Что мы тут должны повысить? Правильно. Ловкость. И на десяточку будет 21. Блядь, конечно, не хватает. Вот, 21х применить. Так, теперь мы идем к Айрику. Айрик, я иду к тебе, мазафакер. Вот он ты. Так. Научи меня чему-либо. Это у нас модификация ОРУСК. А что ты можешь меня научить? О, взлом замков. Берет возможность использовать отмычки с каждым уровнем, бонус увеличивается. А так, я уже тут использую. Так. Ладно. Давай. Взлом замков, да? Ремесла. Хорошо. Что еще тут можно такого? Горное дело. Вот смотри, горное дело у меня одно есть. Позволяет добывать. То есть я могу теперь пойти и добыть. Блядь, я не помню, где эти горные штуки-то. Старые черты. Вот это вот. Ага. Так, корнер здесь, а нам нужно сюда. Биг-биг какой-то. Что за биг-биг? Ну, давай телепортнемся сюда. Или подожди, как я телепортнусь, когда можно пешком дойти, да? Сейчас выйду отсюда и вот так вот. Что за мост такой? Я по нему не бегал. Сори, а? Травка. Лист мутанта. Круто. А это что? Шиволист. Я думаю, мы потом сможем сварить какое-нибудь зелье, которое увеличивает нам и силу, и выносливость, и что хочешь. О-о-о! Прикольненько тут. И что хочешь. Да. И навсегда. И мы будем самые сильные. И так в Готике было. Особенно в третий. Вот. Поэтому я их пока тратить не буду. А буду собирать. Что это за здание? Старого мира. Машина. Главное, чтобы тут этих гнилозалубников не было. Это будет не очень круто. Мы можем хорошо потерпеть. Да, что? Тут прикольно в старом мире. Я же сейчас из него играю, да? Давай-ка я сохранюсь и обшерстим эти поместья. Фальк, мы идем к приключениям. Смотри, видишь? Это называется гараж. Гараж. Запомнил, да? Гараж. Сюда ставят машину. Не трогай, она грязная. Мы заходим сюда. Еще мы видим туалет. Бля, видим. О, мана. О, старое, короткое письмо. Больше нет никаких законов. Сильные забивают, забирают все, а слабые остаются умирать. Кто хочет, тоже участи. У инстонов есть все на свете, но они слабаки. Либо помоги мне, либо сиди в своей мышиной норе. ПП. Это первый ПП. Что за ПП? В принципе, можно и поспать, да? Слышь, слышь, что за херня? Фальк. Фальк, а ты ты? Это у тебя в животе урчит. Вот так будет лучше. Так, на семерочку. Это где-то здесь было, да? А, это хер этот. Так, ну... В принципе, можно сразу со второго этажа начать. Думаю, да? Фальк. Подлетим. Ой, да он так залез. А, ладно. Что тут есть? Смотри, таблетки какие-то. Кровати. Ну, тут, кстати, безопасненько спать так-то. Порванный дневник. Я так не хочу уезжать. Это нечестно. Ненавижу. Мне все равно, что говорит папа. Я не хочу. Я его ненавижу. Мои друзья здесь. Они там, куда он хочет поехать. Мне наплевать на его тупой секретный проект. Лучший для нас. Лучший для нас? Это будет лучше только для него. Все, я убегу от них. Они не оставят меня отправиться. Не заставят меня отправиться туда. Тупые небеса. Что? Тут округается. Деловое письмо. Что за херь была? Деловое письмо. Ваш образец ДНК прошел тест, и вы подходите для участия в проекте. Нам также необходимо провести тестирование всех членов вашей семьи после того, как вы переедете на территорию компании. Пожалуйста, не при... Не по прибытии обратитесь в ближайший центр. Центр здравоохранения и запишитесь на прием. Подробности пакета релокации мы отправим вам чуть позже. Не стесняйтесь присылать нам вопросы, если они у вас возникнут. Будет радость встречи. Бескрайние небеса. Сделаем будущее лучше. А, понятно. Бескрайние небеса. Интересно. Раскрывает, понимаешь ли, детали. Что вообще тут происходит? По кусочку, по чуть-чуть. Но это же очень хорошо. Флайер. Старый флайер 2. Не обязательно оставаться в одиночестве. Ваши близкие тоже могут пройти проверку способностей. Вы можете подать заявку от всей семьи и узнать, какие варианты вам доступны. Бескрайние небеса. Так, им надо еще... А это... Нам нужны талантливые мотивирующие... Ага. А это у нас... В рекрутинг-центре мы проводим бесплатные медосмотры. Понятно, понятно. Круто. Так. Магниевый факел. Спокуха. Так. На балкончик надо сходить. Посмотреть. Что тут? Балкончик. Уже заметил нас. Дебил. И как бы он сюда прибежал? Нет? Ты не прибежишь сюда или прибежишь? Тут-то закрыто. Ладно. Я сейчас к тебе сам приду. Ты не расслабляйся там. Понял? Ты где там? Вон ты ходишь. Ну и все, я иду к тебе. Дай ему по жопе. Дай ему по жопе. Фальк. Вот твою мать. Я что, один должен с ним справляться, а? Дебил. Долби его. У тебя молот покруче. Бля. У меня выносливости мало. Пошлёп мне его, мать твою. Молодец. Рогопёс. Хренопёс. Ломать земледельца. Это гриб такой. Я уже понял тебя. Ладно. Зачистили одну дом. Пойдём, другой дом посмотрит. Гараж. Гараж. Я в дверь хотел пройти. Он кувыркается. Молодец. О! Цивилизируйте. Меншин. Райц. 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 Клавишами не работает. Этими тоже. Отмышает только, ходит и всё. Я не понимаю, как это открывать их. Испачканный список. Поменять лампочку ванной. Поменять шины. Записать бассейн. Засыпать бассейн в саду. Вроде всё. Если чего не хватает, допиши. Ладно. А, допиши. Взящная чашка. Которую надо взять и продать. Какой дебил тут лампу оставил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фальк. Ты же с ним справишься, да? Фальк. Я боюсь за тебя. Как и за себя. Теперь не боюсь. Гнилове. Гнилове, понимаете, твою. Ну, откуда же я знал, что он тут будет, правильно? Правильно? Ниоткуда не знал. Что-то фальк отлынивает. Я его решил просто кинуть под танк. Пусть немножко повоюет. Пойдём дальше смотреть. А, подожди, мы на второй этаж-то не сходили. Вот стрелы кто-то нам оставил. Флайер. Флайер. А, ну это одинаковые, короче, собирается. Всё? Кухня. Так-то тут, в принципе, и неплохо, да? Инвойс. Что за херня? Инвойс. Инвойс. Дорогие уинственные, настоящее подтверждаю, что вам уплачена сумма в размере 2000 за устройство такое-то. Мы надеемся, что наше устройство прослужит вам верой и правдой долгие годы, но рекомендуем приобрести расширенную страховку. Выбранная вами модель 90Л является лучшей в своём классе. Мы надеемся, наша технология изменит вашу жизнь. Холодильная группа. Холодильная группа? Что за бля? Какая бля группа ещё? И почему она холодильная? Это что тут, труп? А, это одежда. А ради общего нельзя включить. Там, главное, можно было на улице включать, а тут нельзя. О, тарелку. Венцо. Ой, Фальк. Голби его. Ну что ты, два удара, бля, и всё. Что-то стоит, сопли жуёт. Это не по-пациентски, да? Это там петух, что ли? А не, это раптор. Ёка, на яхе бастусь. Что-то темнеет. Плёнка. Чуть не пропустил плёнку. Здесь он сюда не сунется. Хотя может сунутся. Блядь. Мать твоего. Чё ты, ну, не хочешь брать, не надо. Чё ты мне так закрыл-то, бля? Секьюрити-лог. Подожди, давай я сохранюсь. Красный я их. Не должно быть. А, подожди, там что-то 900... Эм... Энтер. Чё, не подьих. Нет не подходит, что ли? так а в записках там 1991 я такой вел да нет значит не тут в списке ничего не было ладно полять и сейф тут и короче понятно все с вами понять стоп сумка алексей ты 50 кто-то намеренно их тут оставил актёна втором на втором тут вообще шаром покати противоядие от чего-то цветочек старый клочок бумаги так мы хотим субботу устроить барбекю ожидается прекрасная погода будет рада если вы сыном загляните искренне ваши сэмпсоны 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 сдох чувак уинстон или это сынок его чё там это куда полез фальк еще серьезно к нему пошел ты упал шалит шараптор хилый ящер он чуть сюда придет точно ты куда в пол стреляешь то смотри хоть где он мать твою фальк хилый ящер фальк мы его должны шлепнуть тишь такая пуха вон он пришел для во фальк молодец ты хороший фальк зуб и кость получено отлично слушай что-то мне тут не нравится по ночам шляться давай тут обшарим и это переночуем уже тут юкорный бабай хотя вот луна тут краса луна краса на не трогай дом ёб твою мать он грязный ходит тут лапает там я был цветочек пропустил так где тут у вас кровати были ну вот доброе утро фалькуля ты где фальк фальк ты в туалете а вот это я тебя понял правильно писать надо ну пойдем последний дом зачистим что тут за херня ах ты ж мать твою а радиация ли чё это такое по ходу дела мы потерпим фиаску не зайти не пройти ни хера да фалькуля такая херня ну ладно так нам нужно что там такое ну-ка по карте нам нужно вот сюда мы вообще отклонились от курса фальк а ты ты нас сюда завел побежали сря кровища какая ёкарный баба это петух что ли убил кого-то не могу в это поверить сейчас подожди я туда вернусь я вижу все по карте мне надо посмотреть что здесь я тут был мне кажется это чё такое это чё бля была корабли летают всякие альбу ее парни с nb да и меня тут не было так ладненько пойдем фальк где тут эта скотина была тут и тут орал ты ты орал тут сейчас заткнешься а под и его так гнилец фальк стреляя в него тупой козел только что я вывел секретную формулу кока-колы как управлять фальком а он не херню какую-то выдает у тупой да мать твою я сам захерачил без твоей помощи фалькуля так зайдем отсюда так тут какой-то чувак давай-ка я сохранюсь и сейчас я его спрошу чё за хер тут ну и кто ты такой после этого суре какую мне нравится твоя шляпа бигби бигби опасный парнишка фальк я если чё сразу ёпни его этой своей колотушкой твою мать вали нахер отсюда ты пыл те проблемы не у тебя будет проблема ты чуть сюда болтать пришел хочешь чтобы я с тобой поболтал сейчас я поболтаю родная мать не узнает чуть и надо рядом с галиетом чё уже постоять нельзя будешь людям нервы мотать только за то что они чё тебе надо ты чё тут делаешь твою мамочку дожидаюсь а ты как думаешь пытаюсь найти кого-нибудь дерьма на продажу вот только знаете и знаю как те же изгоя до сплошная радость не при не при не разбирать тебе не нравится быть изгоем знаешь что по крайней мере это было бы мое собственное тупое дебильное решение эти тупые козлы они сюда приходят чтобы их ящери жрали я за свою жизнь одно усвоил твердо если уж спитывать дерьмо так пусть это будет твое собственное дерьмо какая мысль все лучше чем в чужой кучу валяться ты ждешь орнера какого хера вот сучонок слушай иди к нему и заставь этого ублюдка вести со мной дела как раньше скажи ему скажи орнеру что какое дерьмо какое надо орнер мне должен кое какую технику все лучше чем есть в яме ну может лучше это слишком смело берсеркам техника не нужна они ее выкидывают орнер получает теперь запрещено появляться в галиете не то чтобы запрещено это я просто позаимствовал кое-что делов то оно им даже было не нужно говорю же они много чего ценного в яму швыряют ну вот я к рукам прибираю и к делу пристраиваю короче я думаю надо пойти спросить у орнера чу за их меня творится а потом прийти и шлепнуть этого паренька я думаю что это не так Продолжение следует... 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 на бля ничего бигби warner будет торговать с тобой как раньше сам он прийти не может держи вот осколки которые я для него берег надеюсь это гаденыш объяснит передай ему это если увидишь слушая оставь меня в покое да ладно чё ты трепыхайся то нормально вроде да